Всем привет! Как знают смотрители моих стримов, недавно Пако изучал футажи и Вава. Я имею ввиду полные записи, на что он сказал, что они хакнуты. А в этот раз я всех донатеров уже не упускал и записал, поэтому прерываемся и благодарим Китракса, Квазимото, Ци Эр Кси Пи Си Кси Кси Кри Псис, Невор, Керон Блейкер, Тимоха Кривой, Донт Флай, Верто, О, Парализованные Яйца Баклажана, Экзист, Айлар, Лолич, И хочу трахнуть Ивава. Всем спасибо, ребят. Узнав эту новость прямо на стриме, я не стерпел и написал ему в ЛС, мол, какие пруфы. Доказательства, естественно, у него снова приватные. Я сказал, узнать, что раупфутаж был подделан, можно двумя способами. Проверить метаданные, либо заметить что-то неладное в самом футаже. Найти 100% читы там, что уже и на метаданные, хоть они и нормальные, абсолютно будет пофиг. Он сказал, что в метаданах нет никакой ошибки, значит дело в футаже. Мы, естественно, проверяли там синк и прочее 100 тысяч раз, ничего никогда не замечали. Но, допустим, он сказал, что Ивав использует метод, как и бафбет, точно такой же. Я сразу заметил огромное отличие между этими игроками. Время в углу, у бафбета его нету. Вы скажете, офигеть, ну раз время, то да, верим. Эйрили, время-то как спалит ГД ботера. А вот отвечаю, если тебе нужны хорошие раны в раупфутаже, то явно тебе нужно несколько макросов, иначе рау будет выглядеть так. Ты не можешь пройти первый парт, а потом резко побеждаешь. Отлично. И очень реалистично, да? Так вот, пока я дубав бета, макросы нужно менять во время паузы, а паузу вырезать. В таком случае время бы просто сбилось. А время идет с винды, напоминаю, у мегахака. Каким образом его можно вообще заморозить? Так еще и в тот же момент, как ты поставил на паузу. В общем, остается один только вариант. Если у Ивава макрос только на победу, тогда все сработает. Только. Я решил скачать его раупфутаж и проверить, какие там вообще были раны. Так вот, получается, на фейерворке в течение трех минут Ивав абсолютно легитно сделал 38, 51 и снова 38. Неплохой консистент для хакера. А на раупфутаже с Лаутерхауса он поставил 25-51, а следом 25-100. Играя со стартпозом. Вы понимаете, какая жесть? Я спрашиваю Пако, ты хотя бы смотрел его раупфутаж? Он говорит, нет. Я чекал только победную. Мда уж, конечно. Я поинтересовался вообще. Ивав, что ты думаешь вот про бафбет и его метод? Он сказал, не знаю, кто такой бафбет. Типа, это ставки на спорт такие? Я загуглил. Да, действительно, бафбет это мошенники. Не попадайтесь. Ладно, кроме шуток. Я решил проверить время Ивава, взяв рандомный момент и посчитав, за сколько кадров сменится секунда. Я это делал на стриме. Стримов было полно и искать этот момент, что вставить я не буду. У меня есть 200 человек, которые все это видели. Сами попросили, между прочим. Так вот, сменилась секунда у него ровно за 60 кадров. Потом посчитал смену секунды в момент теоретически вырезанной паузы. То есть перед раном большим, да? 25-100. И там также 60 кадров. Выходит, что чтобы это подделать, ему нужно было переводить время в винде назад, а потом еще в пределах 16 миллисекунд снимать левел с паузы. И так несколько раз подряд. Звучит как полное безумие. Как можно вслепую снять в нужные 16 миллисекунд этот трэш? Ну так оно и есть, это безумие. Я даже не буду рассматривать этот вариант, потому что, как говорится, метод подделки стал сложнее легитной игры. А вы знали, что Паку считает, что далеко не все достижения Ивава хакнутые? Например, Аот и Сокупен Сергус он считает легитным. Делириум, кстати, тоже. А вот Фейерворк и Слаутер Хаус хакнутыми. Я бился головой об стену, но не понимал, в чем разница между этими футажами. И что скрывает Паку? По итогу он объяснил свою мысль. Он считает, что Ивав супер профессиональный игрок, который может в один момент считерить. И это невозможно вычислить и предугадать. Даже звать на Пруфстрим от этого бесполезно, сами понимаете. Потому что он не облажается там, а будет играть вполне нормально. Ивав не исключение. Так может быть с любым игроком. Даже Space, он может играть честно в 50% случаев, и мы никогда не врубимся, где он считерил. Если он этого захотел, конечно же. По сути, так со всеми игроками в ГДК, которые не стримят каждую попытку. Или не играют с постоянным маускамом. Ивав может стримить, но очень редко. А еще реже с включенным микро, из-за происходящего дома. Его зрители поймут. Но все равно, чем его так зацепил конкретно Ивав? Я думаю, он ему просто не верит. То есть, для него Ивав это тот, кто в одну секунду внезапно выложил Слаутер Хаус 100%. Он не знал, что были прогрессы на протяжении двух месяцев. Ведь он скрыл их после победы. Он не я, которому Ивав пишет 24 на 7 про игру в ГД. Я вижу, сколько времени он играет. Он не сидит на стримах его. Он даже не знал, что Ивав стримит Делириум. То есть, для него Ивав просто подозрительный. И он не хочет его пропускать в лист. Тут дело не в личной неприязни, не в русофобии. А просто он ему не верит. И со всеми своими супер анализами. Он даже нашел какие-то косвенные подтверждения нелегету в некоторых видео. Но опять же, косвенные, так еще и не показывает, что это. Возможно, этого нету. Как говорится, у нас есть приватный пруф того, что никаких приватных пруфов у Паку нету. Так вот, я решил прекратить долбиться в эту стену. Он никогда не поверит. Будет стоять на своем. Больше споров и срачей не нужно. Каждый остается при своем. Все это бесполезно. Знаете, почему у Бафбета так плохо подделано видео? У него не было времени. Блин, двусмысленная хрень. Типа, плохо подделал, потому что не успевал, не было времени. И то, что у него плохо подделано, потому что даже времени в углу от Мегахака нету. Всем пока.